За счет федеральных денег бесплатно прививку от гриппа получат более миллиона южноуральцев. Медики готовятся к атаке свиного гриппа. Именно он, по прогнозам зарубежных и российских эпидемиологов, будет угрожать в этом сезоне. Когда и где можно будет поставить вакцину, расскажет Ирина Гончаренко. В процедурный кабинет пенсионерка Нина Кривошейна пришла по направлению терапевта. Рассказывает, врач рекомендовал в этом году поставить прививку против гриппа. Дело в том, что у женщины сахарный диабет, и она находится в группе риска. Грипп может пройти для нее серьезными осложнениями, поэтому необходимо защитить иммунитет с помощью вакцины. Я не помню, когда последний раз прививалась. Может быть, лет 30-40 прошло. Врач вот по совету у нас стояла. Ну и вот эти рекламы смотрю, что обязательно надо. Я диабетчик. Врач сказала, что надо обязательно. Прививочная кампания против гриппа на Южном Урале в самом разгаре. Процедурные кабинеты работают в усиленном режиме. В этом году, по прогнозам зарубежных и российских эпидемиологов, в области будет гулять опасный штамм гриппа. АН1Н1. Он известен как свиной грипп. Вспышка этого вируса последний раз была в 2009-м. Врачи предупреждают, заболевание может нести серьезные последствия. Во-первых, он страшен тяжелым течением вообще гриппа. И вторым, это осложнениями тяжелыми. Особенно тяжело такой грипп протекает у больных с эндокринной патологией, с ожирением, с сахарным диабетом, у беременных. То есть летальность дает быстротечные течения. И плюс развитие тяжелых осложнений геморрагической пневмонии. Прививка – это единственный способ обезопасить себя от болезни. И осложнений специалисты каждый год разрабатывают новую вакцину. Препарат, как отечественные, так и зарубежные, уже могут противостоять штамму свиного гриппа. Вакцина у нас отечественная, совий грипп. Вакцина хорошая, дает хороший иммунитет против сезонного гриппа. А вакцины против гриппа бесплатно смогут получить все южноуральцы. Уже завтра, в субботу, акция пройдет на семи площадках в Челябинском. С 11 утра до 5 вечера врачи будут дежурить в торговых центрах. В Горках, Кубе, Алмазе, торговом центре «Импульси», «Фокуси» и «Фиесте». Там будут установлены мобильные медицинские пункты. Они будут выглядеть как шатры. Их обычно устанавливают на первых этажах здания возле входа. Отмечу, что бесплатную вакцину поставят только тем, кому уже исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь только паспорт. Такая же акция завтра пройдет в Копейске, Мясе и Златоусте. Ответственных прививочной кампании подошли в Нагайбакском районе. Там по селам ездят передвижной фельдшерский акушерский пункт. Процедурный кабинет оборудован в кабине грузовика. Пенсионеров осматривает терапевт и сразу им ставят прививки. До этого было плохо. Это осложнение давало мне. Большие осложнения давали. А с прививкой хорошо. Я и меньше болею, и легче переношу. На сегодняшний день у нас ситуация оценивается как неэпидемическая. Гриппа пока что вообще случаев нет. То есть лабораторно мы не выявляем случаев гриппа. Но тем не менее сезонный подъем заболеваемости ОРВИ регистрируется. Медики планируют поставить вакцину от гриппа более миллиона южноуральцев за счет средств федерального бюджета. Это около 30% населения региона. Вакцина закуплена для беременность, несовершеннолетних детей, пенсионеров старше 60 лет и работники в медицинской сфере. Привиться нужно будет и тем, кто постоянно контактирует с большим количеством людей. Это, например, медики, учителя, студенты, сотрудники социальных служб и общественного транспорта. Поставить прививку против гриппа они смогут и за свой счет. Купить вакцину против гриппа можно в любой аптеке города. Важно покупать препарат именно в тот день, когда и будете прививаться. Стоимость одной ампулы не превышает 300 рублей. В любом случае это дешевле, чем оплачивать весь курс лечения от гриппа. Привиться необходимо будет до 1 декабря, но сделать это нужно как можно раньше. Дело в том, что иммунитет после прививки формируется месяц. А эпидемиологи спрогнозировать, когда именно начнется эпидемия гриппа, не могут. Ирина Гончаренко, Антон Захаревич, ОТВ.